Документы готовы. Если сегодня подпишем соглашение, завтра деньги будут у нас. На канун нашей репутации. Если кто услышит, позор. Фирмы-поставщики будут теперь под дважды думать, прежде чем соглашаться. Но вы хорошо изучили этого Атэша? Конечно. Привет. Где ты с утра? Ну, кое-какие дела были, я их решал. Ты настолько разрешительно, что не пойдешь? С фирменом вы разберетесь. А я разберусь с делами. Будем действовать поскорее. К вечеру нужно успеть на свадьбу Кемаля. У Кемаля будет свадьба? Да. Клюш, у него будет проблема, а он об этом даже не знает. Мне он тоже об этом не сказал. Ну, ладно. Да все в терапиях было, поэтому никому бродяга сказать не успел. Хочешь, тоже иди. Возможно. Если я разберусь с делами, я приду. Ну, пойдем. А ты иди домой, собирайся. По возвращению тебя тоже заберу. Хорошо, дорогой. Удачи. Пойдем, брат. Удачи. То есть ты тоже идешь на свадьбу? Ну уж, наверное. За прекрасные будущие дни. Уверен, что мы с вами будем заниматься прекрасными делами. Мы этого и желаем. Мы приготовили свое соглашение. Вы просмотрите, потом обсудим детали. Давайте мы тоже посмотрим ваши условия. Я понимаю, вам интересно, но я с собой не принес. Скоро моя ассистентка принесет. Я просто в отеле забыл. Надеюсь, она не приподнится. Просто я должен успеть на свадьбу своего брата. Не волнуйтесь, скоро принесет. Таковы наши условия. Нас устраивают. И вы не отмечаете строгий дедлайн сдачи работы. Это из-за того, когда приготовление отеля будет завершено. И так, у вас сейчас нелегкое время, нет смысла все усложнять. Спасибо за ваше понимание. Главное, чтобы дело вышло хорошее. Даже не сомневаться на этот счет. А где ваша ассистентка застряла? Как бы сложности не возникли. Нет, скоро придет. Если бы случилась проблема, она бы позвонила. А вы из-за меня, господи, на свадьбу-то опоздали. Фериде? Что? Фериде? Фериде? Сынок, закончил с делами? Да, мам, закончил. Это цветы невесты. Прекрасные. Я договорилась, машину тоже украсят. Ой, я забыл про это. Ну вот я разобралась. Давай, закрывайте магазин и пойдем. Ладно, хорошо. Если мы что-то уже забыли, я и не знаю. Голова не работает. Кемаль. Борок тоже прислали сюда. Слушай, нужно было в Каховите отправить. Ладно, мама, отвезем. Розетку вытащи. Сынок, вы же должны были осмотреть электрификацию. Но после свадьбы это сделаем, а мы разберемся. Ты даже свой костюм еще не наделал. Давай, пойдем. Давай. Давай. А чего у стилиста не сделали? Эх, сестра Лыс, ты его не знаешь. Заходишь, договариваясь на 20, а в итоге счет на 50. Ну что, закончили? Да подожди, сестра, я тебе еще сделаю помаду. Ну все, поздравляю, невеста. Получилось прекрасно. Давай, один девай платье. Тебе помочь? Да, в одиночку не смогу, пойдем со мной. Хорошо, мы пойдем. Получилось прекрасно, да? Да очень. Надеюсь, конец тоже будет такой прекрасный. Нет, еще не пришел. Поторопитесь немного, пожалуйста, люди же придут, а? Что еще не пришло? А я цветы заказал. Ну зачем настолько цветов? И так цветов здесь много. Надо, мама, надо, еще будут ведь машины украшать. А здесь детский сестра. Здесь единственный мой, ты не волнуйся. Ну хорошо, музыка должна быть. Поздравляю вас, свадьба сегодня. Все приготовления завершены, да? Жених готов. Музыка и все дела. Что ты здесь делаешь? Я пришла на празднование. Хантан, не надо. Выйди, пожалуйста. Пока я не вижу невесту, нельзя. А вот ты, невеста, пришла. Я сюда пришла, чтобы свои плохие пожелания вам сказать. Хотела сказать, что вы не будете счастливы никогда. Хантан, умоляю тебя, не надо. А прошу тебя. Надеюсь, что вы всегда будете несчастны. И, кстати говоря, мои желания обычно сбываются. Пускай сивочно тебя покарает. Хантан, хватит. Пусти меня. Рот закрой же свой. Почему? Хантан, не надо, ты только себя позоришь. Поздравляю вас. Теперь вся команда в сборе. Я хотел прийти узнать, нужно ли вам что-нибудь. Берет, дорогой, возьми Хантанну, не бери ее. Давай, Хантан, пойдем. Кемаль. Я тебя очень сильно любил. До момента, пока эта девушка не влезла в нашу жизнь, я проживал с тобой самые прекрасные дни в своей жизни. Но сегодня я умираю. Благодаря вам. Этого никогда не забывайте, вы. Спасибо. Хантан, подожди секунду, нам нужно поговорить. Хантан, нам не о чем говорить. Никого из вас я видеть не желаю. Все, отстань. Спасибо. Как я выйду к тебе, Джунейд? Как? Феде вчера ночью не очень хорошо выглядел. Наверное, боится? Любой бы боялся. Это ведь не так легко. Слушай, а чего ты помогаешь ей? Я же тебе говорил. У нас есть общие точки соприкосновения. Это либо любовь, либо желание отомстить. Ничего более. Любви нет. Как ты? Раньше ты бы все сделал, чтобы эту невинную красавицу затащить в постель. Что изменилось? Да я бы и сейчас это сделал. Да я не хочу. Привет. Доброе утро. Хочешь кофе? Сегодня великий день, Фериде. Ты готова? Не знаю. Я ассистентка Атеша. Мы познакомились в Стамбуле. Отсюда ты отправилась в Стамбул и... Да, ты спасла мою жизнь там. Как это так? Я? Да. Господин Атеш, выходя после совещания и переходя дорогу, настолько задумчив, что не заметил автобус, который ехал прямо на него. И добросердечная Фериде все-таки оттащит его. А я благодарен тебе, ведь ты спасла мою жизнь. Господин Атеш хотел сделать доброе дело своему герою. Взял его на работу. И сделал ассистентку. Смотри, я доверяю тебе больше всех. Ты стал мою правой рукой. Ты узнала о сотрудничестве с кузанами, ты хотела отказаться, но у тебя нет денег. И нет места, куда податься. Но тебе придется согласиться на это дело. Подождите, подождите, мы обязательно должны это рассказывать? Ну, если нужно будет, то да. Ну, слушайте, с головой все перемешалось. Я не смогу. Столько вранья, столько игр... Нет, я пас. Что значит, я не смогу? Ты нас оставишь, что ли, так? Я не могу так врать. Тучи, да они будут видеть, будто я кому-то подалась. Поймут неправильно. Феридея, они тебя оклеветали. Поговариваю с твоей свиной. И свою жизнь, я знаю. Знаю, они продолжают свою жизнь. Да, я вчера видела. Но мне страшно, Тунч. Может, это не Иль сделала. Может, их отношения сами по себе развились. В голове все перевернулось, я не могу ни о чем думать. А знаешь, как Эйлюль вытащила в итоге колье, а? Твое. Мое колье? Да, то самое. Каким-то образом, Джунейт получил колье. И Эйлюль сказала, что ты продала колье в ювелирный магазин. Она его увидела и купила сразу же, принесла домой. Она еще раз тебя очернила в глазах Джунейта. Как человек может быть настолько плохим? Эх, Фредэй. Пока ты так наивно разгуливаешь, Эйлюль продолжает тебя очернять. В глазах Джунейта делает тебя максимально ужасным человеком. Кто это сказал? Как она узнала? Как она узнала? Какая разница, кто сказал? Если не веришь мне, возьми. Джунейта набери. Фредэй. 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 Хватит уже жалеть себя. Фредэй. Послушай, для тебя это прекрасная возможность. Иди с Атэшем. Ну, что мы делаем-то идем? Не надо проживать жизнь, которую тебе другие люди очерчили, Фредэй. Проживай ту жизнь, которую сама выбираешь. Вот тебе прекрасная возможность. А остальное сама знаешь. Давай, Атэш, собирайся и уходим. Фредэй? Не знаю. А если не пойдет? Это ее личное дело. Будет проживать ту жизнь, которую другие люди ей предпочли, и будет каждый день жалеть себя. Фредэй. 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 Сестра. До завтра его ярость спадет. Правда. Нет. Я его видела более злым, но... Он никогда еще меня не выгонял из дома. И меня тоже не выгонял. Благодаря мне все окончательно запуталось. Алло. Назовешь моя? Сестра, секунду, я мигом, ладно? Ой, дорогая. Фериде, ягненочек мой, ну как ты? Дорогая, с тобой все нормально, а? Со мной все нормально. Хотела кое-что спросить. Это жемчужное колье бабушки Джунейта. Или рассказала Джунейту, будто я продала его ювелирю? Дорогая, это ведь случилось из-за меня. Как из-за тебя? Ягненочек, я бы рассказала, но долгий вопрос. Сегодня ведь свадьба у Кемали будет. Если сразу Хрэст здесь, у Кемали будет свадьба? Желаю ему счастья. Дай бог так будет, но... Господин Усман опять как проблема прилип. Слышь, никакого счастья-то тут и нет. Фериде, а меня он вовсе уволил. А сестра Захрэ выгнала из дома. Опять всем сделал больно. В одиночку, как дикарей богу. Кто-то должен ему сказать стоим. Ладно, ладно, я тебе позвоню. Ладно, дорогая, ладно, ты береги себя, ладно? Сестра, давай пойдем, давай. Нет, Назире, я не могу. Осман придет, и неизвестно, что будет. Опозорит и меня, и свадьбу. Нет, ты иди, я останусь. Шахин. У нашей Бахар будет свадьба. Сестра, ты уверена, ты будешь надевать это? Послушай, до вечера еще есть время. Слушай, посмотри, ну подошло же. Ты взволнована? Слушай, я бы от волнения просто умерла бы. Как прекрасно у тебя будет свадьба с любимым человеком. Дорогая моя сестра, надеюсь, однажды у тебя тоже будет свадьба с тем, кого ты любишь. Ну хорошо, сегодня ночью вы ведь наедине останетесь. Кадер, хотя вы не в первый раз остаетесь наедине, ну ладно. Слушай, хватит не пить, молчи просто. Что случилось, сестра? Чего, паникуем? Или вы в ту ночь? Кадер, говорю же, тихо. Какая застенчивая у меня сестра. Да не страшно, не застряй внимание. Как-никак у вас будет свадьба. Не застряй внимание, не застряй. Кадер! Девочки. Ладно, послушай, в течение двух часов мы будем. Ладно, смотри, только не испорти нам волосы, иначе разобью тебе голову. Давай, увидимся. Ну что, невеста? Стилиста тоже я нашла. Что с лицом? Ну, хватит, а? Давай. Сегодня и твой день. Расстраиваться, что стала невестой. Знаешь, не расстраивайся. Ты и так ведь из дома не выходишь. Прекрасно ж. В то время моей дочери тоже будет свой дом и свой распорядок жизни. Сначала устроим свадьбу. А там руки у вас окрепнутые. Да есть кое-что, что ты не видел. Давай, вставай. Давай, вставай. Ну что, невеста? Не могу в это поверить. Вы что, с ночи из-за этого, что ли, не спали? Это наш скадер-сюрприз. Вы жизнь моя. Эй, я тоже. Ягненок мой. Ты их еще сделала, когда я в школу пошла. Они никогда не будут старьем. Всегда будут в тренде. Ну, конечно. Женщина со вкусом. Вы все так прекрасно сделали. Мама. Здоровья рученькам двоим. Всегда улыбайся, дорогая. Пускай все у тебя в жизни будет прекрасно, ладно? Мама. Нет, у нас так можно. Сегодня день твоей свадьбы. Разве можно так плакать, а? Добро пожаловать, госпожа Лусь. Добро пожаловать. Привет, привет. Ой, какая красота. Кемаль тоже пришел. Кемаль? Сестра? Клянусь, тебя я не ждал. Как это не ждал? Я что, своего единственного брата оставлю одного в день свадьбы? Эй, ты, Телятина. А брат должен был мне сделать прическу жениха, ноешь куда-то. Ладно, тогда я вам дам ваш свадебный подарок. Пойдем. Бахар, дорогая, мы выбирали вместе с Кадер. Надеюсь, тебе понравится. Я вам счастья желаю. Сестра Альдык, итак, самое прекрасное, что ты пришла сегодня сюда. Правда, не нужно было. Сестра, давай, открывай. До момента, пока ты откроешь. Сестра Альдык, зачем ты сделала такое? Тебе не понравилось? Кадер помогла мне выбрать. Ну что ты, разве может, мне не понравится? Прекрасно. Эх, сестра. Опять ты поступила как сестра. Ради таких братьев и сестры, как вы, можно сделать все. Кадер, доченька, посмотри, как там Бурак. Я пришла. Пахнет как прекрасно. Мы не идем к стилисту. Я готова. А я закончила дела. Пойдемте тогда. А что будет с Бураком? Пускай немножко остынет, потом разберемся. Ладно. Так, подожди, закрою. Бахар, пойдем. Я иду. Оставлю вас и поеду в магазин. Подождите секунду, я приоденусь и меня к цветочнику подвезете, ладно? Ой, как весело, я забыл о такие волнения.